Агитационная работа кандидатов в президенты продолжается. Они совместно с членами региональных штабов проводят запланированные встречи с избирателями и знакомят их со своими предвыборными программами. Агитационная работа кандидатов в президенты продолжается. Представителями коммунальных предприятий региона, но и студентами Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана. В ходе дискуссии обсуждены пункты предвыборной программы. Продолжается работа штаба кандидатов в президенты Мейрама Кожикена в Актюбинской области. В настоящее время в двух районах города вывешено 18 билбордов. Ежедневно в местах с высокой посещаемостью раздаются агитационные листовки. Эти работы возложены на 30 волонтеров в штабе. В начале недели кандидат лично посетил этот регион и встретился с работниками медицинской и строительной отрасли. Сейчас встречи с избирателями в регионе продолжают 15 доверенных лиц кандидата. Республиканский предвыборный штаб кандидата Каракат Абден подвел итоги проделанной работы. Были изучены запросы со стороны населения. Проработаны предстоящие мероприятия. На сегодняшний день кандидат встретилась с общественностью 13 городов и 8 областей. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов. Воспитание молодежи, укрепление института семьи и общества, а также тем самоубийств и борьбы с наркотиками среди подростков. Всего за время агитации запланировано около 40 встреч. Кандидат в президенты от партии АУЛ Жигули Дайрабаев и его товарищи посетили маслозавод в Абайской области. Крупное предприятие, расположенное в Семипалатинске, занимается выращиванием масличных культур и их переработкой. По словам руководства завода, сегодня нет возможности выйти на полную производственную мощность. Причиной тому является отсутствие сертификата соответствия на оборудование, приобретенное в свое время в Украине. В прошлом году на завод привлечено 13 миллиардов тенге инвестиций. Сторонники кандидатов в президенты от общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауязбаева встретились со студентами в Астане. Участникам собрания презентована предвыборная программа. Молодые люди задавали вопросы, касающиеся качества образования, трудоустройства. А девушки сообщили о наличии проблем с социальным статусом женщин. По плану представители оппозиционной партии встретятся с жителями Аккольского района Акмолинской области. В селе Софиевка прошел конный флешмоб в поддержку кандидатов в президенты Салтанат Турсенбековой. Мероприятие организовали представители Республиканского общественного объединения «Казака Налары» Де Струйге-Жол. В нем приняли участие порядка 30 человек. Все они проехались на лошадях. С начала предвыборной агитации кандидат провела агитационную кампанию, посетив 7 регионов нашей страны, где прошли встречи с населением, подробно объяснив свою предвыборную программу. Сейчас ее штаб в 20 регионах работает полноценно. Продолжение следует...